всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и сегодня у нас снова отчет беременности мы сегодня говорим о тридцать седьмой неделе неделя пролетела очень очень быстро хотя каждый наверное отдельный день и он ощущался совсем не каким-то таким скоростным но тем не менее по итогу протекание этой недели вот сегодня в пятницу когда у нас уже ровно 37 полных недель я понимаю что время все таки наверное пробежала быстрее чем я ожидала вот эту неделю наверное с точки зрения малыша ощущений каких-то там я не знаю физических изменений слава богу ничего не произошло вот все ровно спокойно никаких ранних признаков там я не знаю родов или чего бы то ни было странного не было просто наверное усиливались какие-то вот симптомы которые были уже вот с половиной второго наверное триместра то есть у меня жутко болят тазовые кости я еле-еле вообще передвигаюсь и странным образом все девчонки у кого я спрашиваю кто сейчас беременные или кто уже родил ни у кого нет такой истории вот ни у кого не болят эти тазовые кости у кого-то болят ребра у кого там что-то еще но вот именно то что ты не можешь сделать шаг без боли как будто было те реально битые отбили все тазовые кости у тебя там гематома такого конечно нет нет ни у кого но по крайней мере из моих знакомых но поговорив с врач с врачом я как-то себя успокаиваю и в общем ну вот так вот мой организм реагирует наверное эти косточки там раздвигаются все становится на месте для место готовится и так далее с малышом тоже все прекрасно была на визите у доктора все померили посмотрели развивается малышоныш отлично сейчас уже в принципе таких чтобы не знаю ярких каких-то изменений в развитии или самого развития нет потому что малышоныш уже сформированный тут мы говорим только лишь о прибавлении веса и его росте вот и там созревание косточек и и так далее в принципе чувствует он себя очень хорошо около плодные воды в нормальном умеренном количестве он не стрессе сердечко бьется в норме и мы уже начали разговор о том где мы будем рожать как мы будем рожать как это в риге происходит и я уже так более углубленно начала этот вопрос изучать хотя в принципе я и заранее этот вопрос в общем-то смотрела и уже плюс-минус определилась что буду рожать в рижском роддоме то есть это в самом городе в центре не не выезжая из из самого города так вот что мне на этой неделе удалось узнать и что вот интересного именно из истории с родами в риге первое значит в риге выдают паспорт матери я вот в первый визит когда свой приехала после уже приезда в ригу доктор она взяла все мои анализы всю мою вот огромную толстенную книгу с всеми 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 документами касательно беременности и собственно внесла все эти данные в паспорт матери уже она мне его дала на руки единственное что она сказала что мне нужно будет сдать еще пару анализов повторно просто потому что рижский роддом может требовать местную лабораторию ну ничего это я уже сдам это не проблема потом если говорить про сами сами роды а то у нас такие самые основные вот для себя я рассматривала три варианта первое это рижский роддом второе это клиника университета страды не то есть это тоже давнейшая клиника что касается роддома их они специализируются на патологиях если не ошибаюсь и такие очень очень хорошие тоже в риге находятся и третье который осматривала это в юрмале это вне города то есть там тоже замечательный роддом но там такой же люкс люксовый собственно насколько я понимаю и в общем там тоже можно рожать но у меня были несколько было несколько вопросов первый есть ли в роддоме реанимация на случай если что-то пойдет не так этот вариант исключать нельзя никогда и рассматривать все сценарии нужно следовательно юрмала у меня отпала потому что там у них нет реанимации и если что-то случается тебя везут в ригу на скорой помощи привести в ригу на скорой помощи но я думаю что это наверное в районе десяти минут вот очень ценное время которое тратить на передвижение я бы ни в коем случае не хотела а следовательно юрмала я отметаю несмотря на то что там сама юрмала воздух атмосфера качество самого роддома просто выше тем не менее если если как-то так сопоставлять то я понимаю что для меня безопасность она важнее вот учитывая еще учитывая тот факт что например тот же самый рижский роддом он в феврале сейчас открыл целое крыло новых сверх модно оборудованных родильных вот этих залов и поэтому здесь мне кажется не приходится говорить о том что вот день и ночь в качестве какого-то вот там удобства атмосферы психологического какого-то комфорта там все нормально вот поэтому я отмела юрмал здесь у меня остается два варианта рижский роддом или или страдания все-таки выбрала рижский роддом потому что это основное медицинское заведение в котором рожают детей в риге испокон веков это раз у них есть реанимация это 2 в третьих у меня есть великолепные отзывы от моих знакомых подруг которые там рожали в третьих у них огромный огромный опыт в силу того что там рождается невероятное количество детей ежедневно вот и плюс ко всему там есть частные палаты вот конечно же вот склонила меня на сторону роддома очень сильно то что вот открылась это новое крыло новых родильных залов но также и еще тот факт что есть частные семейные уже после родовые палаты потому что я не представляю чтобы вот быть в палате с посторонними людьми вот вообще не представляю тем более в рижском роддоме и вообще в риге наверное здесь у нас более либеральный подход к посещениям то есть даже в общую палату ты можешь заходить нет такого что мама должна без ребенка там выйти в коридор и вот сидеть на табуретке с тобой общаться такого нет вообще вот поэтому здесь посторонние люди и какой-то поток либо плачущие малыши но я знаю что я буду сильно раздражаться я буду прям в стрессе в жутком следовательно в роддоме вот эти частные палаты они в большом количестве резервировать их нельзя потому что ты не можешь себе предвидеть никоим образом сколько на тот момент женщин будет рожать вот но если говорить про страдания там их там не знаю насколько я понимаю там штуки 2 или их в принципе не имеется поэтому я в общем решила не буду я уже извращаться и поеду к я в роддом тем более что мой доктор который в риге она она в роддоме работала долгие долгие годы имеет там в общем-то свои контакты имеет там понимание как чего и зачем и и у нас грубо говоря все там схвачено то есть мы можем спокойненько знать что у нас будет хорошая команда акушеров у нас будет хорошие отношения и нам переживать ни за что не нужно будет и уровень медицины в первую очередь для безопасности моей и малыша он там обеспечен на сто процентов плюс ко всему я была вот просто в кайфе в очередном когда я узнала что свидетельство о рождении выдается прямо в роддоме ну точнее сказать она может быть выдано прям на месте в роддоме вот со дня рождения тебе не нужно ездить по загсом тебе не нужно ездить по разным там местам для того чтобы оформить эти документы для нас с арсом это очень важно потому что арс приедет на время отпуска и у нас и так уже это логистическая история она такая знаете вот и следовательно ему важно будет быстро взять свидетельство о рождении свой паспорт и отправиться к нотариусу для того чтобы уже оформить доверенность для меня чтобы я смогла потом уже прилететь вдвоем с малышом в петербург вот и вот то что это все оформляется на месте тебе никуда не нужно перец это просто кайф невероятный собственно любо любое мероприятие с оформлением документов в латвии в риге это просто кайф невероятный все делается за буквально час там два ты быстренько все оформляешь максимум ты оформляешь онлайн и минимум ты должен где-то мотации каких-то вы каких-то очередях сидеть поэтому меня конечно же это бальзам на душу я понимаю что это вот это очень удобная классная история вот что же у нас еще за эту неделю до сегодня кстати я еду как раз таки запишу ролик и сразу же еду к доктору у меня сегодня анализ на стрептокок я еще почитаю про этот анализ и расскажу вам уже по ним чуть позже когда получу результаты хотя они приходят только через две недели вот но это какой-то мега важный анализ который ты сдаешь после 37 недели и до родов обязательно обязательно должен этот анализ сдать вот собственно поэтому сегодня я поеду этот анализ сдам также будет очередной визит у доктора но будем мериться и смотреться живот кстати у меня 108 сантиметров вот это такая приятная новость в общем живот не маленький в то же самое время не какой-то мега громадный но в общем вот вот такой вот он у меня живот что касается веса мой вечный вечный вопрос веса я за последние две недели ура ура набрала всего лишь полтора килограмма но в то же самое время дорогие мои должна сказать что мой общий прирост веса 29 кг поэтому в общем понимаешь что все таки наверное еще недели ранее когда мы прогнозы свои давали того сколько я наберу я была права что наберу 30 как минимум поэтому учитывая то что у меня еще две недельки наверное есть я очень надеюсь по крайней мере держу в себе как могу до приезд дарса то вот тридцаточку свою я то уж и наберу вот но что делать уже уже я по этому поводу смеюсь мне уже на самом деле абсолютно наплевать сколько килограмм я наберу вот правда вот вообще плевать я вся малыш и вся в каких-то вот этих мыслях по поводу того что мне еще нужно купить набрать как я буду рожать я вот уже курсы посетила те курсы которых я говорила девчонкам рекомендовала они наверное к посещению все-таки но обязательны в любом случае если особенно первый раз ты рожаешь ну не знаю может может быть это я со своей какой-то раздражительностью или может быть я вот такая вот прям с каким-то сверх ожиданием чего-то там оля невероятного вот ну не знаю до информация почерпнула достаточно много до информация там была но мне не хватало каких-то визуальных пособий каких-то детальных ответов там я не знаю какой-то научно подтвержденной такой информации и разъяснения того или иного процесса опять же с визуализацией всего для того чтобы вот тот или иной вопрос он был прояснен намного более ну скажем так обширно и объем на ю тубе честно я получила намного более крутую информацию и детальную информацию нежели чем на курсах в реке к сожалению наверное так можно сказать они конечно же на английском для тех кто говорит на английском языке наверное это будет очень полезная линка ставлю под этим видеороликом столько визуального пособия и столько детального разъяснения там начиная от того почему например педуралку можно делать только после там трех сантиметров открытия или четырех до что там родовая деятельность должна быть стабильна а стабильна она именно при таком открытии и тогда ты ее но с меньшим риском нарушишь или не нарушишь вообще или например почему следует там между детьми оставлять там как минимум скажем так два года или же на самом деле минимум это закончить кормление первого ребенка да именно потому что это скажем так процесс кормления и отлучение вот такое резко это стресс а когда ты беременеешь ты должна скорее всего отлучать ребенка потому что есть риск выкидыша при стимуляции сосков потому что когда ты стимулируешь соски вырабатывается окситоцин а он в свою очередь стимулирует схватки в твоей матке а на первых сроках любые схватки это это большой риск выкидыша и так далее и так далее уже не говоря о визуальном каком-то материале когда разъясняется процесс родов процесс схваток что происходит когда ты тужишься как лучше там не знаю вот эти все массажные истории позы и так далее так далее так далее в общем вот на местных курсах в риге мне все-таки не хватало этой информации было сложно также просидеть три с половиной часа ну что наверное не самая большая проблема но тем не менее вот обстоятельства такое какое есть и поэтому я продолжаю образовываться также в интернете на ю тубе и смотрю вот эти медицинские каналы которые дают очень очень крутые вот как раз таки эти классы по предродовому периоду родовому и после родовому когда уже ты сможешь очень с малышочком уже отправляешься домой поэтому линки я обязательно ставлю для того чтобы вам эта информация была максимально полезной вот но сегодня на у нас еще задача выбирать имена я сейчас позвоню арсу и сарсом мы обсудим те варианты которые вы писали мне под роликом предыдущим пятница беременность 36 неделя там у нас тоже были варианты и я ему озвучу список еще раз тех тех имен которые у нас в принципе сейчас в этом списке фигурируют за эту неделю он должен был выбрать 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 свои варианты которые он хочет из списка вычеркивать так что звони марсу миленький привет как дела хорошо ты там обедаешь слушай я тебе звоню собственно как и обещала по поводу наших имен малыша и сейчас ты у меня на камере у тебя есть до минуткам в общем у нас с тобой в списке осталось несколько имен и на этой неделе нам нужно вычеркнуть как минимум но не знаю два имени наверное но в общем сколько каждый из нас за эту неделю решил вот и дополнительно к этому у нас есть еще комментарии от подписчиков моих которые мне писали также за эту неделю свои варианты имен которые им нравятся значит так первый комментарий так мне пишет евгения елилова и говорит спасибо за видео очень приятно слушать грамотную речь спасибо большое за комплимент стараюсь как могу так елена пишет от суля хвост пистолетом мы смотрим и наслаждаемся твоим присутствием и рассказами даже когда ты ноешь обнимаю лена спасибо тебе большое это я прошла на прошлой неделе просила поддержки у подписчицы когда была сильно огорчена тому факту что ты уехал и и и ныло в общем как как получалось в кадре вот но зато любят и мое нытье спасибо большое так екатерина мне пишет добро пожаловать в ригу погода конечно не очень даться вы на финишной прямой бояться поздно теперь только вперед я с вами в одной лодке срок меньше у меня но будет 3 кесарева тоже страшновато особенно когда знаешь как это но это точно но ничего ради малышки можно и потерпеть быть мы мы ее так долго ждали терпение вам и сил видео ваши очень классные спасибо большое так следующий ролик у нас от вилла ника так спасибо вам за то что вы посмотрели мой комментарий и огласили своем видео очень приятно оглашаю во второй раз так имена арс внимание вилла ника предлагает нам следующие имена натаниель артур георгий михаэль ну или по-русски михаил себастьян то есть сокращенно будет либо себе либо ян милан ариэль это ариэль кстати она пишет будет ариком это вам армянам у вас иков иков разных много да ну да потом она предлагает гай димьян даян дэйн давид итан и мишель фух какой список да конечно когда люди узнают столько интересных и необычных имен которые не свойственны для славянских стран очень интересны они все классные но ты знаешь просто очень много созвучных в россии будет немножко повёртвать но будет нейт нейт или натан он будет либо на это либо на то у меня кстати вот я сейчас записывала видеоролик с прекрасной девушкой евой в риге и у нее как раз таки малыша тоже так зовут и они сокращают нейт нейт крутой мне начинается я бы натаниэля может быть добавила в список на это именно на это натаниэль мне нравится но опять же меня смущает что у меня у знакомых есть малыш с этим именем хорошо тогда мы из списка к сожалению никого не добавляем так идем дальше кто у нас тут еще что предлагал но я имею ввиду что я его хочу добавить но так как у меня есть уже нейт но как бы это будет не очень любом случае вела ника спасибо огромное за за предложение но как там его такие вот капризные поэтому придется придется нас терпеть хорошо агирим муханова мне пишет люди ау подписывайтесь очень много позитива на канале рада что нашла этот канал жду видео о покупке для малыша и сумку в род дом так как тоже скоро рожать обязательно я жду последние наши висички на следующей неделе которые к нам прилетят кое-что мне еще нужно заказать и как только так сразу все вам покажу расскажу и и и и сумки в родном тоже соберу поэтому ждите в ближайшие две недельки так 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 что тут у нас ладно я наверное не буду читать все комментарии я отвечу вам потом уже в в письменно в общем тут еще тогда она предлагает оскар и роберт роберта мы уже вычеркнули оскар у нас в списке есть и у нас еще вот от имен имен а предложение давид поэтому собственно у нас получается что мы ничего не добавляем да мне кажется тоже можно запутаться хорошо давай тогда идем к нашему списку значит на списке лем леон рем оскар александр арман и марсель так какие имена ты хочешь вычеркнуть или какое имя арман арс вычеркивает имя арман потому что он не хотел бы чтобы у нас в семье было два одинаковых имени ну грубо говоря если мы дома чтобы не путаться позвал армана прибежали оба в общем вот поэтому ты вычеркиваешь имя арман хорошо что еще или это все на сегодня а то есть тебе нравится александр мне нравится шурик саша да и так далее саша македонский не может шурик македонский шурик все я поняла хорошо с твоей стороны тогда мы вычеркиваем два имени арман и александр я со своей стороны наверное вычеркну оскара опять же потому что у нас есть добрый друг оскар наш замечательный рэнкель которого любим уважаем и я думаю что ему было бы на самом деле приятно если мы назвали малыша оскаром но все-таки хочется как-то индивидуальности и хочется чтобы в окружении ими фигурировала один раз поэтому я со своей стороны вычеркиваю оскара сегодня так и также я наверное вычеркиваю леона несмотря на то что это был один из моих фаворитов я леона также как и ты предлагала и все-таки меня смущает вот этот ленечка леня лев или ну в общем то сокращение которые его могут ожидать поэтому я готова отказаться от этого имени имени в общем то чтобы избежать вот этих всех сокращений вот поэтому я вычеркиваю также ли он так у нас остается три имени дорогой мой у нас остается лем рэм и марсель я кстати я не знаю с каждой неделе мне марсель больше и больше нравится я как-то на этой неделе провела аналогии я тебя называю арсом а малыша можно было бы называть марсом поэтому хорошо спасибо тебе большое за 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 твою твой вклад и в общем в приближении к имени нашего малыша вот осталось у нас три имени так что на следующей недельки мы с тобой будем дальше выбирать а вам дорогие подписчики также просьба комментировать что вы думаете по поводу этих трех имен которые остались лем рэм и марсель вот пишите также может быть свои варианты если вы готовы столкнуться с нашей капризностью и с нами еще пободаться немножечко вот ну а мы будем очень активно на следующей неделе также решать вот вопросы именно с тем что же вычеркивать дальше кстати я на этой неделе почитала про имя рэм у него не только древние римские корни у него также есть английские корни и датские корни в английском языке рэм это сокращение от имя ремингтон принципе это такое очень древнее такое мне кажется даже какое-то может быть рыцарское имя вот которая история которого тянется очень очень долго все на этом я сегодня заканчиваю позволю тебе вернуться к твоему обеду приятного аппетита а вам дорогие подписчики спасибо за то что вы смотрели и были с нами всю эту неделю мы увидимся уже понедельник а тем временем подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и комментируйте обязательно наши имена все на сегодня я с вами прощаюсь пока